Но что мне хотелось бы сегодня в этот день сказать и поговорить с каждым, друзья, искренне, вот так откровенно, точно так же, как было в те дни, точно так же сегодня, в наше время, вот в эти дни, сейчас, дьявол берет и реально некоторым людям влаживает ужасные вещи в сердца. Конечно, есть люди сегодня в наше время, которые совлекаются самого дьявола, они позволяют бесам войти внутрь, чтобы не просто даже навредить церкви, а чтобы принести какое-то разделение. Чтобы каких-то людей, которые сегодня ослабели в вере, которые не утвержденные, которые находятся, знаете, в какой-то борьбе, чтобы вместо того, чтобы поддержать эти люди, и в наше время есть такой человек, и многие из вас вы знаете кто. Он сегодня прям берет и ищет людей, которые где-то, возможно, подобиделись или ослабли в вере, и берет, вместо того, чтобы утвердить их в вере, вместо того, чтобы сказать, они переживают, ты это пройдешь, все классно, ты не вздумай нигде допустить каких-то неправильных мыслей. Он берет и так звонит нашим людям, и вы знаете, кто это, уже, наверное, догадываетесь, и начинает говорить конкретно, прямо так, стратегию, что надо сделать, чтобы нашу церковь разделить, расколоть. Вы представляете? И вот ко мне лично, на протяжении вот этих недель уже несколько человек, лично ко мне только, приходили люди, говорили, пастор Валик, что нам с этим делать? Представляешь, что этот человек звонит, вот этот человек говорит вот такие гадости. Я хочу прямо сейчас, чтобы мы с вами, у нас есть прямо его смс, скриншоты, что он писал одному нашему служителю. Это в эти дни, сейчас, друзья, это не было 2000 лет назад, это вот сейчас, дьявол через этого человека. Не боится Бога? А как он может его бояться, сестричка? Он его не знает. Вы знаете, вот сестра, как вас зовут? Сестра Олечка, вы откуда? Ой, Иисус, Белая Церковь, давай дадим Богу славу за все наши пригороды. Аллилуйя! Вы знаете, что в своей жизни я как христианин, не говорю как пастор и служитель, а как христианин, пережил от Бога, лично от Бога, то, что легло в мое сердце, что тот человек, который, будьте внимательны, я очень таким личным хочу поделиться, пережил настоящую встречу с Богом, никогда не навредит церкви. Никогда не навредит телу Христа. Вы помните историю, когда принесли ребенка к Соломону, и две женщины спорили о нем. И Соломон говорит, мы сейчас решим, кто его, ну, истинная мать, разрубите напополам тело этого ребенка. И та женщина, которая его любила, была настоящей матерью, говорит, нет, нет, ни в коем случае, отдайте лучше ей, говорит, только чтобы не пострадал этот ребенок. Точно так же человек, который рожден свыше, дух которого соединяется с Духом Божьим, с Духом Господним, соединяющийся с Господом, суть, один дух. Спасибо, Галя. Суть, один дух. И вот когда человек рождается свыше, послушайте, это так важно сегодня. Мы должны быть зрелая церковь, мы должны во всей нашей семье, дорогие наши телезрители, в этот день, день Страстной Пятницы, так важно сегодня об этом поговорить, и потом помолиться вместе. Так вот, вы знаете, человек, когда рождается свыше, его дух, он возрастает, он растет. И его душа может меняться, душа, падшая душа, может меняться, когда пройдя через Дух человека, соединенный с Духом Господа, душа преобразовывается в характер Христа. И вот когда дух человека отсоединяется от Бога, становится независимым. Есть разница, однажды я вам об этом даст Бог, поговорю, расскажу. Есть свободный дух, а есть независимый дух, это разные вещи. И вот когда дух человека становится независимым, в этот момент бесы посещают этого человека, и уже на его душу влияет сам дьявол. И в наше время есть человек, которого сам дьявол помазал на разрушение дел Божьих. Я хочу вот пару скриншотов, чтобы сейчас вывели, мы почитаем с вами, вот он пишет одной нашей сестре. Вы поняли, да, кто это? Да, это вот Яковишин Андрей, которого мы, как церковь, отлучили от тела Христова. Смотрите, что он пишет. Так было почти две ночи. Это он переписывается, пишет нашей сестре, пастыру, которая является пастыром епископской команды нашего апостола, которая уже в служении около десяти лет. День в разгаре. Да, я сейчас еду в церковь проповедовать, это моя, вторая церковь по количеству после Тернополя. Сколько народу, а он сразу дает установку, как колоть церковь, как людей увезти. Сейчас вы все, вы сейчас воочию, чтобы я не был голословен. Сколько народу. Вчера Брови, это Бровченко Марина, которую мы тоже отлучили, кто не знает, от церкви. Именно за эти вещи. Вчера Брови говорила, что надо понять, как практически все правильно. Класс! Ты решила говорить с людьми? Решить решила, но не знаю, как правильно. А когда хочешь? Я думала, пока я сегодня в Снавидове что-то закинуть. Давайте дальше, следующие креншоты. Вы успеваете? Если ты сегодня просто с народом общаешься. Представьте, конкретная стратегия. Человек конкретно говорит. Вот есть стратегия от Святого Духа, человек помазан Богом. Вот когда написано, от апостолов исцелялись люди, их одежда была даже помазана. А в другом месте, в послании Иуды сказано, когда человека отлучают, с таким даже не сообщайтесь. Помните? Даже одежды не касайтесь. У них даже одежда помазана дьяволом. Если ты сегодня просто с народом общаешься, то можешь закинуть что-то о послушании Богу больше, чем человеку. Или мою проповедь про Валаама. Я тебе говорил, что лучше начать с того, чтобы собрать команду, не весь народ. Если тебя сдадут раньше времени, то не успеешь с остальными поговорить. Ты вообще решительно настроена, давление будет не детское. Ужас. Да, назад ходу нет. Я понял, ты умничка. Вот, пожалуйста, я читаю дальше. Будем молиться за тебя и твоих людей. У людей будет основной вопрос. Как тогда люди исцеляются и Святой Дух движется? То есть Он конкретно говорит против нашей церкви, друзья, что здесь нету вот так хулит просто Бога, что здесь люди не исцеляются. Такие вещи говорит. Но мы сейчас дальше еще поговорим об этом. На нашего апостола, на команду. И что говорить? Главная истина. Дары не приложены. Иуда тоже исцелял, будучи вором. Иуда, это он называет нашего апостола. Вот Марина, она вот здесь. Пастор Марина, можно я тебя приглашу? Вот, это вот сестра. Я сейчас дальше прочитаю, она вот пока выходит, да? Я уже говорил тебе, ты можешь им пообещать, что будешь с ними рядом, что ничего не поменяется, служение и рост, все будет. За меня говорить ли, ясно будет по реакции на слова про уход из ДЦВ. Ну, Духовный Центр Возрождения у нас называют ДЦВ. Если скажут, ура, слава Богу, тогда следующий шаг, разговор про будущее. Говори, что мы вместе. Говорит, если люди соглашатся, скажи, с Яковишиным вы, то есть вот, со мной. Правильно я говорю, Марин? Да, правильно. В этой ситуации главное, чтобы они за тобой пошли. Тогда уже проблем не будет. Это, по-моему, все, да, в скриншотах? Да, это последнее. То есть он вот так вот прям тебе говорил и стратегию, да, давал, получается? Да, он дал мне полностью стратегию, что мне нужно делать, что мне нужно собрать свою команду, самую близкую, и что мне нужно поговорить с самыми близкими людьми, которые мне доверяют, которые идут за мной, и сказать им, что мы уходим из церкви, мы уходим из движения. Вы знаете, я хотела, вот, пастор Олег, сказать, что когда я только начала с этим человеком говорить, вы знаете, я поняла, что, ну, мне было просто даже интересно. Ну, вот, все разговоры за Андрея Яковишина, вся вот эта вот ситуация. И когда он начал мне писать, я думаю, ну, ну, мне интересно, что он мне будет говорить. И когда я с ним пообщалась, первое, что я поняла, этот человек имел конкретную цель, чтобы отколоть людей от духовного центра возрождения. Он со мной общался, он знал, что я пастор, что у меня шесть церквей, что я епископ. И когда он со мной говорил, я это понимала, что этот человек пришел строить движение не из неверующих людей, а у него есть конкретная цель – отколоть. Не просто людей, а целой церкви. Знаешь, что я тебе скажу, помазанники, знаете, я вам скажу честно. Вообще ничего нового. Иисус, говоря с Петром, говорит, Сатана просил сеять вас, как пшеницу. Это стратегия дьявола. То есть человек, который любит Бога, у которого отношение с Богом, да никогда он ничего плохого церкви не сделает. Знаете, как Павел говорит, лучше вам остаться обиженным. Вы помните все? Да. Ты что, наоборот, человек, который любит Бога, он никогда плохого не скажет. А здесь не то, что просто. Я лично возмущен. И вы возмущены. Но вообще есть из-за чего возмущаться. Я знаю, что сегодня Бог нашу церковь, друзья, делает сильной и крепкой, чтобы нам вообще идти вперед. Аминь. Давай дадим Богу славу. Ты просто ни на что не смотри. Знаете, разрушать дела дьявола, спасать тысячи людей. Аминь. Аминь. Говорит, собери свою ближайшую команду и поговори, чтобы вы выходите из возрождения. И чтобы твои лидеры, твои пастыра, они пошли к людям. И они говорили с людьми. Я у него спросила. У меня шесть церквей. Мне нужно все шесть церквей взять. Может быть, мне никого не трогать. Может быть, ну, это же не мои люди. Нет. Он сказал мне, чтобы я взяла всех людей, и чтобы лидеры и пастыра, они пошли и повлияли на людей. И я, знаете, что говорю? Что у нас есть видео, и мы можем его посмотреть. Давайте, вы прямо сейчас услышите, как он это все говорит. То, что я записала разговор. Я просто переживала, понял, ну, за людей. Можем мне вправду их не трогать. Можем мне от самого уйти. Потому что, чтобы меня из этих людей не гнали потом еще больше. Что ты скажешь? Ты не можешь бояться для них. Ты пойми, что схема, которая выход из Египта, она во всех случаях одинаковая. Что ты из них уходишь, что ты из системы уходишь, что она повторится. Моисеев ушел один, но Бог его вернул за людьми. Понимаешь? И я тебе скажу, что про... Ну, я тебе уже это говорю, просто запомни это. Сейчас эти люди, многие из них сердца, они в твоих руках. Тебе надо этого, ну, не отмахиваться. Тебе надо это понять. Что многие из сердца тебе говорят, что Бог доверил не возрождению, а тебе, лично тебе. Конечно, кто-то тебе предаст и не пойдет с тобой. Даже ты удивишься, что никто на кого-то рассчитывал, и не пойдет с тобой. Да это ничего страшного. Знаешь, как овцы сняты голос своего пасторя и идут за ним. Есть люди, которые точно за тобой пойдут. И ты не можешь с этих людей. Понимаешь, мы там в возрождении тоже часто слышали, ты не можешь людей бросить, но я говорю реальные вещи. Знаешь, за которые ты потом мучиться будешь. Я не хочу, чтобы ты мучилась. У меня где-то получается шесть церквей, где-то до ста человек. Это меня начало с каждым как-то соприкоснуться? Или как сделать правильно? Их шесть церквей? Смотри, я тебе советую. Я тебе советую какую-то схему. Чтобы нужно будет действовать очень быстро. Потому что, если окажется при первом встрече с людьми окажется какой-то наблюдатель, ты не успеешь делать все остальное. Значит, тебе нужно подумать, ну, идеальная схема такая. Идеальная. Сначала ты собираешь людей, малую группу, в которых ты уверен просто на 300% что они вот куда ты будешь. Это все равно не гарантия. Все равно может среди них оказаться какой-то человек, который просчитаешь. Ну, типа, ты просто говоришь свою позицию, объясняешь, почему у тебя такая позиция, говоришь правду, говоришь все эти вещи. То есть, даже если когда-то кто-то из них с тобой не пойдет, но по крайней мере он задумается из-за того, что ты скажешь. Теперь сейчас что ты делаешь? Объясняешь то, что я говорю. Дорогие, если вы принимаете решение, если вот они говорят, все, правильно, мы с тобой там по-любому, мы уже сами что видели, там слышали. Хорошо, дорогие. Теперь, вам дороги ваши люди? Дороги. нужно повлиять на любви. И тебе нужно сделать так, чтобы эти ребята, которым ты доверяешь, от которых зависит вся твоя, весь твой регион, помощники, пасторы, помощники, пасторы, чтобы они повлияли на любви. Как нужно это сделать? Первое, что можно сделать, что эти люди, они где-то, ну, это идеальный вариант, но он такой требует смелости. Собрать весь свой рост в каком-то одном месте. конкретно сделать какое-то послужение, даже вплоть до того, что, ну, можешь там не исхитриться, как типа сейчас же все полица, но это, какое-то целебое свое, там, или еще что-то. И прямо сказать, и все люди должны тебя поддержать. Это вариант, который придет большой смелости. Есть вариант попроще. Эти люди ответственно-ключевые, они пойдут их с моими помощниками, только как ты встретиться и тоже поговорят. И таким образом мы брать на эту команду. Скажу тебе, что если команда служителей, которые тебе помогают, с тобой увидят, то даже с устой некоторое время все равно люди к вам подтянутся. полностью полностью служения, из которого все лидеры этому они все за вами пойдут. То есть таким образом главное хранить собой помощников. То есть не начинать с объявления простым людям, это ничего не даст. Ты знаешь, некоторые люди, они себя похоронили, они вышли к людям, говорят, я, значит, народ, и народ меня подзерет. Народ такой кто-то что-то выкрикнет из зала, кто-то еще что-то, типа, а что, как ты смеешь, или еще что-то, и можешь все испортить. Объединяю все, то есть с единомышленниками, с командой со своей, которая тебя поддержит, пусть даже не все, но большая часть, все, вы силы. Даже если народ вообще за вами не пойдет, они прочувствуют через время, что такое остается без вас. Как вы назову, как вот вообще они меня спросят там, это как моим внукам, все равно, там, как наша церковь будет называться, кто наш там будет старшим, и говорить, как, что мне говорить правильно, вот это вот. Ты, смотри, ты можешь за меня говорить, но говори об этом в последнюю очередь. Почему? Потому что сначала ты должна высказать свою позицию, просто если ты сразу начнешь говорить про меня, они могут заскочить мысль, да, вот нам говорили, что людей тратят, уже отправили. то есть это вообще твоя оппозиция. Никогда я почувствую. Во-первых, когда ты будешь очень дальше, во-вторых, тебе до последнего года это грех. всего тебе укрепить их в отношении себя. Ты скажи просто, можешь сказать, ребята, честно говоря, сегодня я хочу просто обсудить, что мы идем. Если вы соглашаетесь меня поддерживать, я вам могу обещать вот такие вещи. Первое, я вам предложу, во-вторых, я знаю, что делать, в принципе, это что делать, то и будем делать, мы будем открывать церкви, мы будем выполнять свои выездные предприятия, можно взять все рассказать. Не надо представить, я калюшим предложил, скажу, понимаешь, я хочу вот так сделать. Я рассказал этот проект за это. Что мы пригласили наших спикеров, подставников, лиденников, которые из-за исцеляния находятся, сделаем еще кучу. Это за 10 дней это будет на море и это будет ночью, понимаешь? А не вот эти асфальтики грызть. Ищи, там, боначи, ровняться сфальтики. Вот. Расскажи, то есть расскажи, как будто это твой проект, как будто это твоя идея. То есть мне это вообще, ну, абсолютно. Знаешь, я в конце, ты же можешь, если сильно захочешь, тогда я такой проект и сама провернусь, если задать цель. А что такое? А потом, когда они уже скажут, все, нам нравится все, что ты говоришь, а если они спросят, а кто будет, ну, да, они тебя интересы. Ты скажи, можешь сказать, как, просто скажи, что у меня есть, так это, ну, как, ну, не вариант, вы скажи, с этим вопросом нормально, но вот так мы поребошим. Я считаю, главное, договориться с вами, то есть вы со мной, ну, принимайте решение. Вот, поэтому, если брать чисто, тактически, то тебе надо собирать команду самых таких. можешь даже начать с одного человека, который точен. Но имей в виду, что надо действовать быстро, потому что быстренько, быстренько, он хуже, царь, который тебя сдаст. Поэтому действуй быстро, очень решительно, как только тебе, они узнают, они, они достаточно быстро все узнают, как только они узнают, тебе надо сразу становиться в позицию, скажешь, да, я ухожу, скажи, я позвоню просто на 1+,1 и дам интервью. И все. Даже не надо в милицию обращаться, просто дам интервью в 1+,1 и вами займутся, оставьте меня в прокуре. Хорошо, я поняла. Я сейчас, у меня сейчас встреча, сколько сейчас время? Время, 15 минут, 5. 5? В полшестого, сейчас у меня встреча, хочу поговорить с одной там женщиной. Ну, это не одна женщина, это сейчас приезжает села моя няня, которая со мной уже 4 года. Она сейчас приедет, я хочу с ней поговорить с первой. Ты в ней ввешь? А? Я хочу... У Вера Ночи? Да, она живет со мной. Ну, видишь, Маринке моя няня так позвонила и сказала, ты не... Прости, у Бровченко мою няню, она знает. Это у Бровченко не то. Она и пастору в Крабце у меня сейчас. Я сейчас хочу с ней поговорить. Она сейчас принята, сейчас хочу помолиться чуть-чуть, и я хочу поговорить с ней. Я с ней сама первая. Поэтому так. отлично. Отлично. Посмотри, если ты вдух... У тебя последний самый аргумент страховочный. Если я чувствую, что нужно мое влияние или слово какое-то, вдруг зайдет за это речь или люди за меня сами начнут говорить. Если люди сами начнут, скажи, ну, все, да, да, мы у нас связи, мы общаемся. Я сейчас позвоню, и вы можете в онлайне с ним сами поговорить. То есть, если вдруг это понадобится, то я готов. То есть, если люди захотят поговорить, или ты почувствуешь, что в этом есть какая-то необходимость, за там, соединяй, чтобы я им сказал какие-то вещи. Хорошо. Я готов. Не стесняйся, причем в любое время дня и ночи. Ночью, в три утра, в четыре, без проблем. Хорошо. Спасибо. Ну, на костер волчара. Все правильно. Знаете, я вам скажу так, друзья, всем хорошо было слышно? Внимательно, да? Вот, Марин, получается, исходя из того, что мы читали и видели, он конкретно давал тебе стратегию. Да. Как разрушить церковь. Вы слышали, да? Схема вот такая, по такой схеме. Ты не говори, ты потом скажешь, если что, ты выводи. Она говорит, так сто человек, это же люди. Говорит, не переживай. Еще берет, знаете, что он делает? Места из Библии. Дьявол, помните, к Иисусу, с чем приходил в пустыню? С Писанием. То есть, дух обольщения, он искажает истину. И то, что меня задело, я извиняюсь, можно сейчас, вот там он за наш колледж говорил? Верните, пожалуйста, вот на одну минуту. в преисподнюю его, то он уже себе сам приговорил. Смотрите, а не вот это, асфальт грызть, и еще в этом, вонючем дворца спорта. Дословно я цитирую от этого человека. Это он называет место, когда там каждый день Святой Дух посещает свой народ. Там, где Бог поднял десятки людей с колясок, где были исцелены тысячи людей от самых тяжелых форм рака, туберкулеза, где тысячи людей родились свыше. Вы помните, когда на колледжах был призыв к покаянию, как тысячи людей выходили на колледжи? Это место, я честно вам скажу, друзья, я одно понимаю, этот человек, он просто совлечен дьяволом. Аминь. Как можно на колледж, там где Дух Божий действует, говорить такие вещи, в вонючее место, грызть асфальт? Это страшно. Вы знаете, что второй шаг этого человека, это полностью... Сейчас, я извиняюсь, подожди, Марин. Я извиняюсь, хотел что-то сказать. Вот это все, что вы видите, я знаю, для некоторых из вас вы в шоке. Ну, вы в шоке, правда? Но вот мы же должны открыто обо всем говорить. Друзья, Бог сегодня церковь строит. Но ничего нового, это уже было. За Иуду сказано, он искал удобного случая, чтобы предать Иисуса Христа. У нас в Днепре когда-то была ситуация, очень похожа на это. Прямо там одна компания, один там служитель у нас был, он пришел с женой с другой церкви. И он ушел очень плохо. Он такую боль доставил пастору той церкви. Я помню, как наш апостол при мне лично говорил с ним, говорит, тебе надо исправить ситуацию, тебе надо там попросить прощения. А он ходил, плохо говорил за своего пастора, был вечно там чем-то недоволен. Начал оттуда людей вытягивать, травить их. И в конце концов, в один день он, его жена, еще третий человек, их три было. Там их, ну они чем-то были недовольны. Встретились с одним епископом здесь в Украине, прямо у него в кабинете. И тот ему дословно сказал, вот им троим, говорит, тебе нужно, говорит, не уходи, не уходи просто так раз и ушел в церкви с миром. Говорит, ты вот так по церкви ищи недовольных людей, обиженных, соблазненных, говорит, ты их давай, собирай, собирай. И потом, говорит, мы просто в этом городе с тобой откроем церковь в Днепре, и ты будешь там пастором. Да, это Игорь Дудко, Оксана Дудко. И третьего человека я не назову, потому что тот человек, он потом покаялся, его как осознал, его Бог помиловал, он осознал, он пришел к нашему апостолу и рассказал это все. Рассказал дословно, как им говорили стратегию, там, что делать, как делать. В конечном итоге, слава Богу, за того человека, его Бог помиловал, он благословенный сегодня, слава Богу за него. А у Игоря с Оксаной мы их отлучили от церкви. И знаете, когда мы их отлучили, вот в первые дни, там, вот в первые даже годы ничего не произошло. Но через время, на сегодняшний день, прошло там буквально пять лет, у них такие проблемы начались, потому что они дали место дьяволу. Они открыли дверь для дьявола. У них родился ребенок, у которого какая-то там развитая форма детского церебрального паралича. Он умственно отсталый, нервно больной, в прямом смысле слова, садик не посещает и все такое. Поэтому сегодня это ничего нового. Мы как церковь должны быть зрелыми. Аминь. Потому что эти люди, они бывают так льстиво что-то говорят. Та же Марина Бровченко, я помню, она мне звонит, я с ней, говорю, я говорю, ты чего? Ты же написал, у меня это письмо, я ухожу с миром, я так благодарна апостолу. Я пришла, через вас покаялась, через... У нее зависимости были, Бог ее освободил от этого всего. Дал новую жизнь, она начала служить, все. И говорит, я благодарна всем. И потом она ходит и начинает людям прям травить. Ну, сейчас Оксана расскажет конкретно, что эти люди, они учили других, прям конкретно, что говорить, как говорить. Посылали на телеканалы. Можете себе представить? И я с ней говорю, говорю, Марин, ты говорила? Я. Я, говорит, клянусь. Я говорю, все, без проблем. Через полчаса мне звонит другой человек, это было в одиннадцать вечера, а она в полдвенадцатого, мне другая женщина звонит, говорит, только что Марина Бровченко звонила, говорит, ну и травит против церкви. Вот почему нам пришлось ее отлучить от церкви, потому что так учит Писание. Приди, брата, сначала один раз поговори, помните? Второй раз, если не послушать, второй раз церкви не послушает, да будет он мытарь и тебе язычник, все. Это говорится за то, что мы отлучили, и мы отлучили от Вселенской Церкви. Поэтому сегодня вот с такими людьми вообще, пусть Бог каждого сохранит, даже не соприкасайтесь никогда, они помазаны бесами. Я извиняюсь, Марина, и что он говорил? Просто, знаете, я сама это лично пережила, и его, знаете, стратегия была, это вообще осквернить имя нашего апостола, осквернить имя команды и полностью всего движения, потому что, когда я с ним говорила, он начал меня травить против моего апостола, человека, который 8 лет в меня вкладывался, в его команде 8 лет, знаешь, где жизнь моя изменилась. Он начал говорить, что апостол, он блудник, что есть женщины, да, которыми он блудит, он говорил, что он наркоман, вся его команда наркоманы. Вы представляете, какие серьезные вещи. Он говорил, что он вор, что он человек, который нечистый в деньгах, что он... Извиняюсь, смотрю, все наши команды смеются, он пастер Наташа, другая пастер Наташа, вот наркоманы, видите, стоим, днем и ночью живем для вас, ребята. Годы посвятили себя, десятилетия, не видим свои семьи, дома, разве это не так? Вы же все знаете нас, вы все знаете нашего духовного отца. Как можно такое говорить вообще? Ты прямо так говорил, да, наркоман... Вот такие вот страшные, да, истории, говорит, наркоман, и вся команда, говорит, наркоманов, все, что блудник и разные страшные вообще истории, они понимаете, что они сейчас делают, пастер Валик? Они находят людей, которые обижены, ослабли в вере, которые, может быть, ушли, они находят этих людей и хотят, чтобы эти люди лже свидетельствовали, вот что он хотел от меня. Когда я разговаривала с ним, и вы знаете, за 8 лет пребывания в команде с пастером, я никогда в жизни, никогда не видела вообще подобных вещей, которых этот человек говорил. И вы понимаете, он настолько хотел мне это все донести, рассказывал, и говорит, тот человек говорил, тот говорил человек, а я знаю этих людей, я знаю, как эти люди поступили с церковью, как они поступили с людьми, как они их бросили, да, как они говорили разные вещи. И он говорит, эти люди говорят что-то, и мне начал говорить, для того, чтобы меня отравить. И больше того, он мне говорит, у тебя есть церковь, если ты просто свою церковь возьмешь и просто скажешь, что ты уходишь, ну, у них не хватит духу уйти. Тебе нужно конкретно, конкретно, прийти в свою церковь, собрать свою команду, собрать приближайшую команду и рассказать, что апостол Владимир Мунтян, блудник, сказать, что он наркоман, сказать, что вся команда, которую он поднимает, они вообще ненормальные люди. Как он там говорил тебе, говорит, он говорит, серебролюбивый, жадный, корыстолюбивый, корыстолюбивый. Представляете, и схема одна и та же. На один плюс один иди. И вот так он берет людям прямо. Вы знаете, сегодня, чтобы вы, ну, как бы были, знали вообще. Сегодня он конкретно там связался с одним журналистом. И может даже быть такое, что в нете какая-то будет информация, будьте готовы. И вообще, у вас должен быть, знаете, как внутри, иммунитет к дьявольскому семени. Церковь скажешь мне это твердый аминь? Аминь. То есть сегодня только где-то услышали, я помню, моя мама духовная, когда она меня родила свыше, я стою так на пороге, новобращенный, два месяца, я за него вообще, Бога обожаю. Вот так, и один подошел, мужик пьяный стоит, ааа, что вы тут бабло собираете, секта, ну, ему так просто на ногу наступило. Да, вот так в глаза посмотрел, говорит, а ну отсюда, говорит, чеши, ища, где ада. Я так Богу благодарен за нее, что она привела ко мне вот эту любовь к церкви. Аминь. Дай Богу славу за нашу церковь. Аллилуйя. На один плюс один, да, идите. Да, он мне говорит, вы же тоже видели это, он и мне говорит, что ты пойдешь на один плюс один, и будешь говорить тоже. А я его спросила, ну, а что мне говорить? И он мне говорит, ну, я же тебе рассказал много разных историй, вот и будешь говорить. И вот когда он людей находит, когда я говорю, обиженных, да, поломанных каких-то в вере, и вы знаете, они будут говорить даже то, что он хочет, и то, что ему нужно, чтобы люди говорили. Поэтому, вы знаете, никогда вообще не верьте, потому что я это испытала, пастер Валик, на собственной шкуре. И апостол всегда нас учил, что нужно строить церковь из неверующих людей, что нужно сегодня, ну, быть человеком честным. И когда я это услышала, я поняла, что этот человек, он не честный, он говорит ложь. И я знаю моего апостола. И, знаете, жизнь вся моя изменилась. И как я могу сегодня идти на один плюс один и говорить за моего апостола какие-то вещи, когда это ложь. Но вы знаете, что есть сегодня люди, и правда, какие-то девочки, которых они находят, они приходят и влияют на них. и говорят, ну, пойди на один плюс один, скажи вообще клевету, что у тебя были отношения интимные, секс с пастером. Пойди и скажи это. Вы понимаете, для того, чтобы сегодня обычный человек, он посмотрел эту передачу, просто услышал это и подумал, что это правда. Ну, знаете, если бы я не знала моего апостола, и я когда слушала, я знала, что все ложь и клевета, и что это неправда. И не дай бог вот так, просто, чтобы этот волк просто ходил и вот так вот травил людей. Не дай бог. Это страшная вещь. У нас есть видеозапись, когда он мне говорит, да. Давайте посмотрим. То есть какие-то вещи ты можешь сказать. Я не знаю, что ты готова ей сказать. Ты что сама знаешь вообще? Марина в сороке? Скажу, да, что ты говоришь, скажу. Ну, ты вот вообще сама изнутри, ты же вот и отдыхала там с ними там, и все, ну, какие-то вещи, я не знаю просто, что ты ей готова сказать? Потому что, ну, какие-то вещи, вот, например, если ты сейчас ей скажешь, что она за наркоту, поверит она вообще или нет? Я не знаю, я как бы сама за это не знаю, так, я не видела такого, поэтому я даже за это я не знаю. Представьте, поверит, не поверит, тебе нужно пойти и сказать то, что он говорит. И как бы, ну, это страшные вещи. Полностью, знаете, я, когда вот разговаривала с ним, и, знаете, был даже, когда, я помню, Марина Бровченко мне позвонила, вы представляете, их общение, оно опустилось до такого жалкого уровня, просто страшного, когда она мне читает переписку с Андреем Яковишиным. И знаете, что было в этой переписке? Они говорят, мы уже столько информации сделали на ДЦВ, может быть, уже можно триллер сделать, целый фильм. Она говорит ему, и главный герой умирает, то есть наш апостол, главный герой умирает, он говорит, нет, возьмем его в группу порядка. Она говорит, ночевать на храме будет, он говорит, нет, пусть под храмом ночует. Это просто уже настолько омерзительно, настолько низко, вы представляете, она мне это считает, и, ну, это жуткие вещи, это страшные вещи, это просто, это безумные вещи, это, ну, ну, как бы, честно, у меня нету слов, потому что это, ну, это, ну, это не укладывается, ни в какой голове, на уши не натянуть. Представьте, возьмем его в группу порядка. Просто, знаете, говорят, давайте о приятном поговорить, много чести. Да мы не о нем и говорим, мы просто говорим, что сегодня мы, как церковь, должны быть сильные. Правильно, мы должны быть просто вместе, собранные всегда, вообще делать Божье дело. Аминь. Аллилуйя. Давай мы воздадим Богу славу. Да, пастор Оксана, пожалуйста. Я сейчас, конечно, слушала это все с большой болью. И, ну, я просто не могу молчать. Все знают, что я являюсь консультантом, и я многие годы служил людям, и я служу многим служителям. Бог меня на это помазал. И когда я слышу, что вот оскорбляют церковь, оскорбляют духовного отца моего, мне это очень больно. И у священника, у него есть тайна исповеди. Но перед Богом и ради церкви я хочу сегодня говорить, потому что я знаю, что Бог приготовил через нашу церковь спасение множества людей. И знаете, дьявол вот так отравит какую-то мать, и она не придет в церковь. И потом ее ребенок заболеет раком, потому что у них было родовое проклятие. Бог отравит какого-то человека, и весь его род будет обречен из-за вот такого яковишена. Он говорит на нашего духовного отца, что он блудник. Послушайте, и я сейчас это делаю перед Богом. Я консультировала нынешнюю жену Андрея Яковишина. И я вам хочу сказать, что эти люди, они состояли в незаконных половых отношениях долгое время до свадьбы. Андрей был разведен. И знаете, мне просто так больно это делать. Но я вам хочу сказать, что этот человек, он очень нечестивый. Если он так клевещет на человека, который служит Богу, на нашего апостола. Знаете, Андрей Яковишин, он реально нечестивый человек. Он был блудником. Потом он поженился с Ордом, и знаете, мне очень интересен факт, что Марина Бровченко, у меня напрашивается такой серьезный вопрос, что Марина Бровченко, которая являлась служителем нашей церкви, и она была бесплодным служителем. И, ну, пастор Валик, да, ты знаешь, ради Иисуса Христа я не видела, чтобы она умирала и распинала свою жизнь ради Иисуса, спасала людей. Знаете, но ради Андрея Яковишина, она идет на какие-то такие подвиги. Знаете, она звонит людям, она в постоянном действии. И просто напрашивается вопрос, что движет этой женщиной? Ну, какие отношения с Андреем Яковишином движут этой женщиной? И я хочу сказать, знаете, дорогие друзья, мы должны знать врага в лицо. Нам дела сатаны не безызвестны. И после Андрея Яковишина я занималась Беларусью. И люди рассказывали, что полтора года десятины партнерские они передавали в Киев. И полтора года эти десятины и партнерские не доходили. Потому что Яковишин рассказывал, что там кризис, люди не работают. У нас даже была специальная группа молитвенная, которая молилась за то, чтобы Бог благословил служителей в Белоруссии, что они там бедные, но не работают, живут без средств к существованию, просто их благословляют люди. И представьте, какое наше было удивление, когда люди приехали на саммит, и они привезли свои десятины партнерские. Наша молитвенная группа, она так обрадовалась. Бог дал ответ. Слава Богу. Ну вы знаете, мы же молящаяся церковь. Но мы узнали, оказывается, что представьте, все десятины, это же святыня, люди отдают на Евангелие. Знаете, чтобы люди спасались. Яковишин воровал. И мало того, люди передали на саммит, и он украл три тысячи сто долларов. И знаете, это больно, но надо говорить правду. Церковь должна знать истину и правду. И через это мы станем сильны. Аминь. Я хочу сказать, дорогая церковь, я работала в государственных органах, поэтому имею доступ к определенной информации. Я хочу сказать, что Яковишин, агент, который нанят специальными структурами для того, чтобы разрушить духовный центр возрождения сначала в Белоруссии, потом в Украине. Поэтому этот человек выбрал самую жесткую стратегию. Это ложь, клевета и раскол. И ему наши судьбы неинтересны и безразличны. В духовный центр возрождения я пришла десять лет назад, с порванной жизнью, с проблемами, больная. И благодаря церкви и моему апостолу, его молитвам, я сейчас счастливый человек. И у меня новая судьба. Аминь. Жень, дай микрофончик, Виктория, что хочет сказать. Честно, ну, я вот сижу, я просто в шоке. То, что я слышу, ту ложь, ту клевету, которую говорят на моего пастора. Я просто, ну, я сидела, я не могла уже сдерживать своих слов. Потому что я пастора знаю девятнадцать лет. Я пришла в церковь, когда он был еще нищий, когда они жили в этом коттедже без окон. Я видела этот мешок крупы, который они делили с теми людьми, которые приходили. Я видела тот чай, который они заваривали. И какой-то ну, просто мерзавый, завец Яковишин пытается людям рассказать просто, ну, эту ересь, да, эту ложь. То, что, знаете, вот то, что касается моего пастора, меня, ну, меня лично бьет. Потому что это тот человек, который на протяжении всех этих лет, я видела, он делился последним. Он отдавал детям, он покупал с тех денег, которые у него там появлялись, да, он покупал игрушки не только своим детям, но и тем детям, которые были в церкви. Я лично, я детский служитель. Знаете, для меня это было, ну, таким большим примером. Потому что я видела, что он выбирал всегда самое лучшее для того, чтобы порадовать тех людей, которые рядом, для того, чтобы поделиться самым последним. И знаете, вот я просто хочу сказать этому Яковишину, что придет суд Божий. Реально придет суд Божий. Потому что те люди, которые слышат эти слова, которых он уже отравил, их жизни, они будут на его, просто на его совести. И я просто, ну, от себя хочу сказать, что, ну, реально, за сколько лет, когда я в служении, когда я общаюсь с людьми, я не видела человека вот такого доброго, открытого для всех людей. Вот, ну, как наш пастор, я знаю его лично. И знаешь, когда сегодня, вот, мы передавали деньги в онкоцентре, которые пастор лично передал для лечения ребенка, когда мама, мы с мамой стояли и плакали, потому что я понимаю, что жизнь ребенка это самое ценное. И знаешь, когда, ну, мы передавали эти деньги, которые апостол просто, он случайно узнал о этой нужде. И знаешь, ну, просто сегодня это было, ну, когда я слышу, знаешь, вот эти вот слова, они меня ранят. Просто, и я знаю, что каждый человек, они меня возмущают, что я не позволю никаким яковишенным и подобным людям просто говорить ложь на моего пастора. Просто я, ну, серьезно, я уже сидела, я, ну, я не могла выдержать. Потому что, знаешь, это тот человек, который всегда отдает, который всегда делится, который всегда поддерживает. И не только меня, а и многих других. спасибо, 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 спасибо. Слушайте, на самом деле, вот нам надо быть такими очень зрелыми, правильно, людьми, которые, короче, надо быть вооруженными. Можно еще сказать? Сказать. Да, да, пожалуйста. Я вот, знаете, вспомнила, и то, что очень сильно вот трогает, да, когда, представьте, что он еще говорил. Он говорил сегодня на пасторе Викторию, что у пастора Виктории рак, а у Алины Даниила жены, что она тоже больная, и на их семью обрушилось проклятие, что Бог уже пришел его уразумить. Вы представляете? Пастор Виктория, она крепкая и здоровая. Пастор Виктория, здоровый человек. Но говорит такие вещи, мне кажется, вы тоже поддержите. Это просто переступить уже все грани, просто тоже переступить все моральные принципы. Это уже переступить просто все, что только можно было переступить, даже по всем человеческим канонам. Знаете, мы с вами счастливые люди. Амен, амен. Я тоже хочу сказать. Конечно, поздравляю, Даша. Знаете, я рада, что сегодня нас смотрят просто миллионы людей в прямом эфире. И я скажу так. Знаете, когда кто-то нападает на мою семью, а вы моя семья, апостол моя семья, знаете, каждый из вас, и я знаю, что вы бы точно так же поступили, если бы сегодня пришел вор. Библия говорит, что дьявол, он лжец, и он вор. И он всегда приходит для того, чтобы украсть. Поняли, да? И как мы сегодня слышали. Для нас это тоже новость была, что, знаете, мы трудимся вместе с вами, да, мы тут молимся, марафоны, все, евангелизируем людям, да, посвящаем свою жизнь Богу. А кто-то по фамилии Яковиш, он хочет просто прийти, шесть церквей забрать, да, у него схема, он думает, что он умный. Но я вам скажу, что Бог хранит нашу церковь. Скажи аминь. Потому что у нашей церкви великое предназначение. Скажи аминь. Потому что Бог использует всех нас, нашего апостола, и мы его команда, для того, чтобы покрыть Евангелием все нации. Скажи аминь. И даже, когда вот такие ситуации всплывают, да, когда приходят волки, они должны приходить, понимаете, да, это в Писании написано, что приходят волки. Но мы церковь такая, которая не отдадим ни одну овечку. Вот представьте, мы не говорим уже за церкви, мы говорим не за одну, а овечку. Если же не придет яковешен и захочет украсть твоей домашней группой овечку, что ты сделаешь ему? Порвешь, да? Аллилуйя. Конечно. И вы знаете, и вот слушая это все, я думаю, что иногда это хорошо, что мы можем говорить вот так открыто, потому что мы семья. Понимаете, да, разные случаи бывают в семье, в семье же не всегда гладко, правильно, да? Но я вам скажу одно, я знаю своего апостола 16 лет, и этот человек, вот знаете, честнее человека я не знаю. Вот вы знаете, что у меня от его дома есть ключи? Да, у меня есть ключи от его дома. И я могу войти в его дом в любой момент. Вот если бы этот человек хотел бы кого-то обмануть, если бы этот человек что-то хотел бы скрыть, он бы дал кому-нибудь ключи от своего дома? Никогда. А вы знаете, а сегодня я могу войти в его дом открыто? И не только я. Вся команда, люди, епископа, ходатай все. Вы знаете, что это такой дружный человек, вот он всегда дружит с людьми, он открытый, он добрый. Когда человек открытый, ему нечего скрывать. И то, что говорит Яковишин, то, что он пытался там рассказать Марине, это все ложь, потому что я лично его знаю. Я знаю, какой он честный, я знаю, как он порядочный человек, я знаю, какой он жертвенный человек. И вы знаете, в своей жизни, да, мы все хотим похоже быть на Иисуса Христа, и мы к этому стремимся. Но я вам скажу, что Писание говорит, что мы должны быть похожи на своих наставников. И я сегодня хочу быть похожа на своего апостола. И если я буду слышать такие вещи, вы знаете, я не буду оставаться равнодушной, потому что церковь, это тело Христово, это моя семья, это то, за что мы вместе с вами платим огромную цену, правильно, чтобы тело Христово, оно становилось большим и увеличивалось по всей земле. И когда я слушала это, и вспомнила один случай, знаете, 15 лет назад, я пастора знаю, апостола знаю, 16 лет, и вот 15 лет назад я вспомнила, думаю, Боже мой, если бы сегодня он знал вообще, кто такой пастор, кем он является вообще, какой он человек, шо он знает о нем, что он знает о нем, вот кто может говорить о нем, так это его команда, люди, которые по 20 лет с ним. И вы знаете, я помню, наш апостол, это было на Шмидта, всегда с церкви он уходил последним, прошло сколько лет, 15 лет, вы знаете, что он всегда уходит последним, вы все уже дома, а он всегда сидит и общается, бизнесмены, так? всегда сидит, общается, все вот, кто знает, общается после служения. И так было 15 лет назад, и 18, и 20, вы знаете, он служению уже 25 лет, и это было на Шмидта, я помню, это была зима, и последний человек ушел, и мы садились в машину, и он стоял на ступеньках, где мы проводили служение, и так смотрит на нас и говорит, говорит, вы доедете, все нормально будет, а мы везли, ну, аппаратуру на машине, мы говорим, тогда едем, пастор, все хорошо, а мы тогда бедные были, такие нищие вообще, у нас колес, корт торчал, а тогда зима была, не за что было вообще шины купить, все деньги всегда мы отдавали, жертвовали, чтобы люди спасались, мы готовы были на лысых колесах ездить, понимаете, да, но голодных кормить, и он говорит, ну хорошо, говорит, езжайте, все, пусть у вас Бог был, а совет, и мы едем, это было в Днепропетровске, на Левобережном, и вы знаете, и он как чувствовал, потому что он отец, потому что он настоящий, и вы знаете, и мы раз, и нас машину заносит, колеса лысые, и мы в сугроб, и как-то так, ну, короче, попали в сугроб, там, ударились об снег, ну, нормально, с нами все хорошо, мы эту машину там, подтянули, вытянули, доехали там, недалеко до подъезда, а уже была ночь, и вот представляете, а я когда в сугроб, мы попали этой машиной, я так чуть-чуть, как бы, ну, распереживалась, ну, все-таки, знаешь, эта ситуация, распереживалась, что-то потерялась, и такая, короче, довезла эту аппаратуру, стою, и вот такая темнота, ночь уже была, и кто-то бежит, вот так бежит, со всей силы бежит, я думаю, Боже мой, кто это, вы не поверите, подбегает, и это апостол, он весь мокрый был, я говорю, пастор, ты что тут делаешь, он говорит, говорит, я не мог, говорит, я чувствовала, говорит, я чувствовала, что вам нужна будет помощь, представляете, я села, я просто разрыдалась, я сама себе сказала, Боже, думай, этот человек так любит людей по-настоящему, он так чувствует людей, да, и я тогда сказала, Господи, я хочу быть похожа на своего апостола, на своего наставника, и скажу последнюю мысль, и когда я вот это слышу, и когда я слышу, что кто-то хочет тронуть нашу церковь, кто-то хочет пойти на телеканалы, иди, мы что, не видели передачи про нас, про телеканалы, мы не видели странных девочек, которые там что-то рассказывают, понимаешь, да, мы еще что-то не видели, мы все это уже слышали, идите, мы чего-то боимся, мы ничего не боимся, знаете, наше движение уже 15 лет шумит, и мы ничего не боимся, и мы готовы, и мы готовы, давайте, и мы ничего не боимся, потому что мы знаем, ради чего мы цену платим, мы знаем, ради чего мы противостоим дьяволу и всем его слугам, и когда Андрей Яковышин, написал смс-ку, и в этой смс-ке было написано, отец, дорогой, я в беде, у меня в Белоруссии облава, меня могут посадить, и в этот момент, Бог дал мне быть, с апостолом, мы ехали куда-то, и он отложил все свои дела, потому что его сын, на то время, Яковишин, он попал в беду, и ему все равно, понимаете, какие у него вопросы были, какие у него дела, он остановился, и он начал решать вопрос, я смотрела, остановился, позвонил ходатайям, они молились, ночь не спал, позвонил епископу Наталье, она решала вопрос, как связаться, как сделать так, чтобы утром он уже был в Украине, и когда я слышу, вот этот человек говорит нашим людям, что апостол, мы его тут держали, кого мы держали вообще, кому ты нужен, тебя спасли, ты попросил помощи и сказал, что ты в беде, и когда я вот это слышу, конечно, я возмущаюсь, конечно, может быть сегодня неприятно говорить об этом, но мы должны говорить об этом, потому что мы должны быть зрелой церковью, и сегодня Яковишин, вы знаете, а может еще в дальнейшем еще кто-то будет, правильно? Но мы же должны, ну, правильно все это понимать, расценивать и вовремя дать, что? Отпор. И не надо нас сегодня никем пугать, наш апостол, это для нас дар, и это честный человек. Пойдите хоть все на телеканалы, недавно на телеканале вышла хорошая передача, кто видел, да? Вот и отлично. И поэтому, я хотела просто за это сказать, и поэтому, все, что я слышу там за 16 лет, я ни разу не видела, не слышала, ничего подобного. Это все ложь. Мы любим апостола, и все. А им это не нравится, сестричка дорогая, они хотят, чтобы мы его не любили. А потом они нам скажут уже и Бога не любить, понимаете, да? Они говорят, зачем так посвящаться? Зачем колледж? Поехали на море. Конечно. А ты хоть что-то знаешь про строительство церкви, моря, понимаешь, да? Чтобы пробуждение делать, иногда работать надо, а не только на морях и в квартире сидеть, понимаешь, и сидеть там в окошко и рассказывать схемы, как откроить шесть церквей. Ты их открывал, чтобы тебе их кроить. Пастор Наташа, спасибо огромное. А я просто, знаете, стоял, думал, говорить, не говорить. Сейчас, Катя, я просто решил, откровенность на откровенность. Ну вот говорил он там, вот Марина рассказывала там за всю команду. Он вообще говорил, что вся команда мы наркоманы там, что мы блудники, что мы там аморальный образ жизни ведем. Говорил, что у нас в церкви все не так. Я просто, ну, хочу что-то вам сказать важное. Кто учился на саммите в этом году? Вот в прямом эфире нас слушают тоже миллионы людей. Вы помните, когда на саммите я выходил и просил прощения у всей церкви, у каждого лично. Помните тот день? Так вот, послушайте. Больше, чем полтора года назад в моей жизни была ситуация, когда, ну, я реально там допустил определенные вещи. И мой апостол, вы должны понять одну вещь, он же не только для меня является духовным отцом. Это мой друг. Я за него молюсь годы. Первые семь лет я молился за него по шесть часов в день. Постоянно. То есть, ну, я родился как человек через его служение. Но когда, даже несмотря на это, я допустил определенные неправильные вещи и согрешил, он, несмотря на то, что у нас близкие отношения, меня снял со служения и отправил в Перещепино молиться Богу. И я год там промолился. И через год мы встретились, он говорит, я не чувствую в своем сердце, говорит, тебе надо еще возвращаться. Я вернулся еще на месяц. Потом я приехал, он говорит, еще, еще, и еще три месяца. Через год и три месяца он почувствовал в своем сердце, говорит, Бог мне сказал, все, пришло время. Бог тебя простил, я тебя восстанавливаю в служении. Я к чему это все вам говорю, друзья? Я говорю к тому, что это Божий, святой человек. Помазанник Божий. Которого сам Дух Святой помазал. И сегодня вся наша команда, вы тому все свидетели, вся наша церковь. Вы посмотрите, мы же жизнь свою ложим на алтарь, чтобы видение Божие, оно исполнилось. Как можно, я до сих пор успокоюсь о нем, как можно было колледж назвать грязным асфальтом? Вы слышите? Сволочь он, правильно. Давай дадим Богу славу за наш колледж. Аллилуйя. Там Кать, пожалуйста. Ну я вот тоже слушаю это все, я понимаю, что знаете, ну правда, вот я 8 лет, ну я 10 лет в церкви и 8 лет в служении. Я ходатай. И тоже вот были такие ситуации, да, что многие, ну некоторые люди, которые были в служении, а потом они уже были не в служении, вот одна мне сестра сказала, ну да, вот пока ты в служении, ты нужен, а потом платочком помахали, и до свидания. А я стою смотрю и думаю, вот два дня назад мы с Наташей, ну с наставником моим, поехали к сестре одной, ну в нашей церкви, ну просто как в гости, пообщаться. Она до этого была в служении, сейчас она просто, ну как бы работает на работе, ну как входит в церковь, все с ней в порядке, ну просто она уже не в служении. И вот мы приехали, нам позвонил пастор и говорит, ну как вы там то-се, а мы говорим, ну мы были вот, ну общались с таким-то человеком, а он говорит, да, я этого человека знаю, сестра такая хорошая, ну как она там поживает? Ну и мы говорим, ну вот разговаривали, работает все, на нормальной обычной работе, правда у нее есть там кредит большой, сейчас она его гасит, а пастор говорит, а сколько у нее, ну долг? Мы говорим, ну там что-то там вроде бы немного, ну если хочешь, можем узнать. Он говорит, ну конечно узнайте, ну потому что, говорит, я понимаю, что зарплата скорее всего у него небольшая, а кредит если большой, говорит, а ну-ка узнайте. И мы звоним ей и говорим, скажи пожалуйста, вот пастор интересуется, как ты живешь, сколько там у тебя долг? Она говорит, 23 тысячи гривен. И мы такие пишем пастору, ну и ждем же, ну что пастор скажет? И пастор пишет, скажите моему такому-то помощнику, пусть возьмет с моих личных денег и даст этому человеку, пусть она погасит кредит, потому что мне не все равно, что с этим человеком происходит сегодня. И вы знаете, ну дайте Богу славу за нашего пастора. Потому что, ну я очень много знаю людей, которые сегодня даже не в служении, но пастор, он всегда говорит, как там этот человек, он интересуется, как он живет, там с мужем развелся, не развелся, там как дети, как кто. Ну, честно сказать, наш пастор, он потом сидит за этих людей, ночами думает, потом звонит и говорит, ну вы скажите ему вот это, ну вы позовите его, а я буду на таком-то собрании, пусть он зайдет ко мне, а вот этот человек, нет, слушайте, давайте, ну понимаете, честно, пастор переживает за церковь, за каждого. Может вы сидите сегодня в этом зале, вы не знаете за это, но пастор, он говорит, я думаю за людей, за того, за того, за того, это правда. Это правда. Знаете, я тоже хочу сказать, потому что, ну вот, ну наверное, правда, люди, которые рядом с пастором, да, рядом с апостолом годами, ну мы имеем право что-то говорить, потому что те, кто его не знает, например, Яковишин, ну что он может сказать, если он никогда не был с нами, если он никогда не был рядом. Я знаю пастора нашего уже 17 лет, 15 лет мы вместе служим, и я в церкви в Днепровской с первого дня, с первого дня служения. И, вы знаете, много хочется сказать, но я скажу несколько важных таких вещей, которые, ну вот меня возмутили сегодня, и не могу молчать. Во-первых, я первые годы нашего служения в Днепре, я была кассиром. Пять лет я была кассиром, и была администратором, с самого первого дня, и по сей день я администратор. И я могу сказать одну вещь, что во всех делах, во всем, что касается любых дел, во всем, что касается любых касс. Честнее, чище, и, наверное, более, ну вот такого праведного человека я никогда не видела. Я помню вот начало нашей церкви, насколько оно было сложным, насколько там не хватало денег. И я знаю, что у пастора, у него никогда не было денег в то время. Их семья, она жила очень, очень-очень скромно, скромнее, чем, наверное, все семьи в нашей церкви жила. Но он никогда даже не прикасался к кассе. Он никогда даже, ну вот, как бы он знал, как идут дела наши, понятное дело, он переживал всегда за церковь, за все, что происходит. Но никогда, даже мысли такой не было, что-то взять себе. Он говорил одно, пожертвовать туда, отдать тому. Он много свидетельствовал, когда он говорил, что ему Бог сказал пожертвовать, а мы автобусы собрали, да, автобусы там стояли под храмом, под церковью. И он говорит, все, мы все деньги жертвуем. Как мы будем эти автобусы отправлять? Бог нам поможет, Бог нас поддержит. И так было всегда, всегда и по сей день. Это самый, наверное, насколько это возможно, самый чистый, самый честный человек. Я вот слушала, да, как пастор Оксана рассказывала за Эковишину. Мы знали эту историю, как он воровал деньги. И я сравниваю, думаю, ну как он имел право вообще поднять свой голос на апостола, зная, что он сам воровал эти деньги. Он сам никогда их не довозил до кассы. Он сам всегда смотрел нам в глаза и говорил, ну нет денег, нет у людей денег. И при этом он жил на эти деньги. И я, знаете, еще что хочу сказать, что вот наш апостол, он настолько сильно любит церковь и настолько сильно любит каждого из нас, свою команду, что он всегда заботится, всегда. И мы вместе и работаем, да, мы все проекты, все дела, все вот, что мы делаем, мы все делаем вместе. И он никогда, вот он всегда делится, да, и видением, и переживаниями какими-то, и мы всегда советуемся, и он всегда прислушивается к советам. Это человек, который, ну вот он самый настоящий, какой только может быть человек. Он самый открытый, какой только может быть открытым. И точно так же вместе мы отдыхаем. И всегда, когда мы уезжаем, все эти годы, вот он никогда не уезжал сам. Никогда не было такого, чтобы вот он устал, взял свою семью, свою жену и уехал, она составил. Он всегда думал о том, чтобы взять максимально нас с собой, чтобы мы могли отдохнуть, где-то перезагрузиться, перезарядиться, пообщаться вместе. Виктория, она всегда рядом. И вот эта глупость, эта ересь, эта ложь, которую он несет, заблуд, это вообще, честно говоря, ну вот сюда бы его, он бы сюда не вышел, мне кажется. Но мы бы не дали ему отсюда выйти. Потому что, ну вот это правда, Виктория, она всегда рядом. И мы всегда, вот вся наша команда, мы восхищаемся этими отношениями. Знаете, мы когда думаем за свои семьи, мы всегда, ну вот команда не даст мне соврать, мы всегда говорим, нам бы такие отношения в семье, как у пастора Виктории, правда? Нам бы такие отношения, как у них с детьми. Я помню, когда у меня дети подрастали, сегодня они в служении, слава Богу, но когда проходил подростковый период, именно пастор мне помогал с моими детьми, с мальчиками справляться. Он их наставлял, он их, он с ними говорил, он меня учил, он многим из нас, он советует, вот именно семейные вещи. Почему? Потому что он образцовый семьянин. Вот знаете, почему мы как команда вместе? И я вам скажу, это не секрет, мы как команда можем идти долгие годы вместе, вместе служить, потому что мы знаем, что все, что пастор наш говорит на сцене, он такой же самый в жизни, он точно такой же в жизни, он, когда он учит о семье, быть верным, быть, ну, быть любящим, да, быть уважительным человеком, мы то же самое видим, мы видим его на отдыхе, мы видим его в домашней обстановке, все то же самое, друзья, все, он никогда не лицемерит, он говорит о честности в деньгах, он такой же в деньгах, он такой же во всем, в каждом, в каждом своем слове, что он говорит, он это делает. И когда касается отдыха, знаете, я, ну вот я слушаю эти моменты, и они меня сильно цепляют, потому что мы все видим, насколько он посвящен, и предан делу Божьему, предан церкви, и предан команде, предан каждому из нас, даже отдыхая, он всегда уделяет время духовным вещам, он всегда нас собирает, всегда нас учит, всегда нас вдохновляет, всегда нам помогает, ну вот, еще больше подниматься, еще больше расти, мы всегда с этих отдыхов, знаете, уезжаем вдохновленными, воодушевленными, и если бы там была хотя бы какая-то часть из тех гадостей, которые говорит, яка вишенна нашего апостола, знаете, мы бы все возвращались с этих поездок, наоборот, подавленными, угнетенными, и никто бы не служил, но мы сегодня годы идем вместе, мы наполнены этим желанием, этой страстью, мы еще больше становимся ближе друг к другу, почему, потому что все это правда, все, что говорит наш пастор, все, что мы сегодня говорим о нем, это все правда, и поэтому, друзья, вот знаете, хочется сказать тем, кто, ну, может быть, слышал какие-то гадости, кто, может быть, задумывался, или какого-то семя посеялось, сомнения, не верьте вообще в это, не верьте, посмотрите на людей, которые годами с пастором, посмотрите на команду, и подумайте, почему мы идем годами, почему вы видите нас из года в год в служение, потому что наш апостол, наш пастор, он настоящий божий человек, честный, чистый, и пример, и в семье, и в финансах, во всем. Я хотела тоже сказать, я покаялась 16 лет назад на служении нашего апостола в Перещепино, в маленькой церкви тогда, в молитвенном доме, и я всегда, когда бываю в Перещепино, говорю, это мой роддом, и знаете, я покаялась и на служении пастора, и 16 лет я с ним, и за все эти годы я не видела никогда, чтобы слово с этой сцены расходилось как-то с образом его жизни. Всегда все, что он говорил на этой сцене, потом, когда он сходил отсюда, он осуществлял. Его жертвенность, она является всегда примером для нас. Он здесь говорит за жертвенность, потом он выходит и жертвует. Он всегда жертвует, всем. Его посвящение, когда он, знаете, он не спит ни ночами, он днями занимается церковью, ростом церкви, его посвящение в церкви, людям, Богу, это, ну, пример, настоящий пример для подражания. И потому, и потому у нас команда такая, потому что у нас есть пример, и мы на него смотрим, за ним идем, и делаем точно так же. о спасении людей. Знаете, я помню, как он говорил, 16 лет о спасении людей, 15 лет о спасении людей. Он сейчас об этом говорит, и каждый раз, когда он выходит на сцену, он говорит об этом. И мы, и он живет этим. И это на самом деле самое настоящее доказательство того, что он настоящий, что он говорит всегда, то, что на сцене он это все делает в жизни. И знаете, я являюсь старшим епископом, и я с Яковишиным Андреем работала непосредственно. И знаете, я хочу сказать два факта, чтобы никто из вас не был обманут, может быть, что-то там придумал себе. Есть таких два факта. Первое. Он пришел никем и ничем в наше движение. Он ушел с бунтом с той церкви. И знаете, есть народная мудрость. Предавший один раз, предаст второй раз. И он ушел с первой церкви со своим большим бунтом, скандалом. И когда он, и он пришел сюда с пятью человеками. И здесь пастор его поставил на служение, доверил ему наше движение в Белоруссии. И когда произошел этот момент, и мы действительно отлучили его от церкви, за ним пошла небольшая горстка людей. Все наше движение в Белоруссии, оно осталось с нами. Оно сейчас смотрит нас в прямом эфире. Привет, Беларусь! Они все остались с нами, потому что они знают настоящего духовного отца, нашего пастора, нашего апостола. С Андреем ушло несколько человек и те, которые скоро отвернутся от него. Аминь! Так будет! И знаете, что я вам хочу сказать? Что он, что мы сейчас служим Богу. Нас очень много по всему движению. И это доказательство, знаете, это плод сокровенных отношений нашего апостола с Духом Святым. Его жертвенность, и Его посвящения. Все мы здесь сидящие это плод Его посвящения Богу. Аминь! Спасибо! Аминь! Здравствуйте, дорогие! Я тоже хочу сказать. Вы знаете, я знаю нашего апостола 14 лет. Год он проповедовал мне. И, знаешь, я была тогда неверующим человеком. Я помню, как он целый год он дружил со мной. Вы знаете, он подарил мне Библию. Он рассказал мне об Иисусе. Через Него я пришла в нашу церковь. Вы знаете, сегодня я служитель. То, что я видела на протяжении всех этих 14 лет, это только посвящение. Вот то, что я могу сказать когда-то давно, давно-давно, я задала ему один вопрос. Я говорю, пастор, вот скажи, пожалуйста, что ты любишь больше всего на свете? И вы знаете, он мне сказал, он говорит, больше всего на свете я люблю молиться. И ты знаешь, я запомнила это. Он так это сказал, что я думаю, я бы хотела однажды в жизни сказать такое. Ты знаешь, сколько времени мы бываем на отдыхе, мы вместе ездим, команда сегодня говорили. Ты знаешь, что он всегда делает? Вы знаете, он утром встает и он молится. Кто-то идет на море, кто-то идет куда-то, но он молится. Я помню, когда мы переходили, получается, с радиоприбора строительного техника, у нас было 300 человек, и мы переходили в Металлург, мы молились за рост церкви. Я помню, он начал молиться, чтобы люди начали исцеляться от рака. И вы знаете, он молился много-много-много ночей, дней, он не выходил из комнаты. Вы знаете, люди начали исцеляться, вы свидетели этого. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что на самом деле то, что я вижу на протяжении 14 лет, как это было в начале, так это и сейчас. Вы знаете, что еще он делает? Я могу вам сказать, что он делает. Вот спросите у меня. Он проповедует людям. Мы, бывает, пойдем в кино, пойдем куда-то. И вы знаете, он обязательно найдет человека. И найдет человека, да, Игорь? И уже он ему проповедует, уже он ему говорит. Точно так же, как и мне. Понимаете, да, 14 лет назад. И все это, знаешь, как, вот мы видим только то, что служение наше растет, да, увеличивается, количество людей, количество церквей. Ты знаешь, когда я пришла в церкви, было 300 человек. Сегодня я слышу, у нас получается 800 дочерних церквей. У нас только 800 пастырей. Ну, понимаешь? То есть, слава Божья, она является через него. И это факт. И поэтому, знаешь, просто я благодарю Бога за него. Аллилуйя. Аминь. Раз уж все говорят, я тоже являюсь членом команды, да, апостола, и я принимаю его в своей жизни как дар. Дело в том, что мы не, я не просто команда, я семья. Да, мы одна семья. И больше того, мы уже кровная семья с ним, потому что мой сын, поженились они с Ариной. Поэтому мы, мы вообще теперь родственники. И вы знаете, да, давайте дадим Богу славу. И дело в том, что я часто бываю у него в доме, на правах родственника. И я вижу, какой он дома, я вижу, какой он на служении, я вижу, какой он в быту. И этот человек, он никогда не расходится, его слова, его дела никогда не расходятся со словами. Все, что он говорит, он делает. Если он обещал, то он исполняет это обещание. Это человек конкретный. И вы знаете, благодаря ему, благодаря служению его, да, благодаря тому, что он меня наставлял в свое время, у меня был кризис. И этот кризис случился в 2008 году. И я знаю моего апостола уже, с 2000 года. Но в 2008 году у меня случился кризис, потому что я был в другой церкви. И я думал, что я никогда не буду больше служить. Почему? Потому что я собирался уезжать уже с этой страны. Я собирался уезжать обратно. И я думал, все, на этом мое служение окончилось, потому что я ничего не достиг. И у меня был вообще полностью, знаете, кораблекрушение в вере. Я лежал в больнице. Мало кто знает об этом. Но я лежал в больнице. Я, у меня такая болезнь была, и мне нужно было пройти курс лечения. В это время я молился. Я молился, и вдруг смс-ка приходит у меня на телефон. И она приходит от пастора Владимира. Тогда. И я удивился, и он мне говорит, я услышал, что ты лежишь в больнице. Что случилось? Вы знаете, он тогда не был моим пастором еще. Но он узнал проблему мою тогда. И он знает проблему сегодня каждого, ну, из команды. И он участвует в жизни каждого из нас. И тогда он сказал, говорит, Игорь, все будет нормально. Давай. Я, говорит, вернусь. Меня сейчас нет в стране, но я вернусь. И, говорит, мы с тобой пообщаемся, говорит, у тебя все будет хорошо. Мы будем вместе служить Богу. И он сдержал это обещание. Мы вместе сегодня служим Богу. И я очень благодарен ему. Благодарен. И я, когда я слышу всю эту дрянь, всю эту грязь, которая льется из уст этого негодного человека, послушайте, ну, у меня одно негодование просто. Жаль, жаль, что его здесь нет у этого человека. Поэтому, друзья мои, это, ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я очень люблю. Это мой друг, это мой наставник, это мой духовный отец, это мой апостол. И поэтому, вот так вот. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. А я, Игорь, знаешь, хотел бы к твоим словам присоединиться и сказать, слава Богу, уже его нет. Я имею в виду, Яковишина здесь. Правильно? И сегодня у нас важный день. И мы, друзья, не случайно об этом говорим. Потому что Бог нашу церковь подымает. И сегодня Он формирует церковь, врата ада, которую не одолеют. Скажи своему ближнему, Бог формирует церковь. Скажи другому, Бог формирует тебя, меня, чтобы мы с вами были одной семьей. Друзья, в прямом эфире, мы с вами, одна семья, мы церковь, врата ада, которую не одолеют. И вот сейчас, буквально через минуту, мы будем с вами молиться, мы будем поклоняться Богу. Но в этот день, перед тем, как мы будем молиться, в день страстной пятницы, когда прощаются все грехи, я хотел бы обратиться к тем людям, которые, возможно, вот вы соприкасались с той же Мариной Бровченко, или, я не знаю, с какими-то людьми, которые не того духа. вам нужно знать, чтобы сохранить отношения с Богом, нужно в сердце оставаться верным, чистым. И сегодня, если ты соприкасался, что-то слышал, я не говорю, там говорил, ты можешь в этот день просто исповедовать это, покаяться, когда мы будем молиться. И Бог омоет тебя и простит. Если что-то, ну, говорилось, коварное, нечестивое, и это беспокоит тебя. Ты сегодня, после служения, я также обращаюсь к нашим телезрителям, к нашим братьям и сестрам в прямом эфире. Мы говорим на зрелые, на откровенные вещи. Вы сможете после молитвы подойти к своим служителям, если вы находитесь с нами в прямом эфире, к своим пасторам, и поговорить об этом, исповедаться, возможно. Здесь, после служения, вы сможете подойти к пастору Ксении Духовной, вот она послужит вам, помолится с вами. А сейчас давайте мы с вами поднимемся и вот вместе поблагодарим Бога за нашу церковь, поблагодарим за победу Иисуса, Аллилуйя. О, Дух Святой, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, за это время. Мы благодарим, что мы достигли уже такого, такой зрелости, когда мы можем откровенно говорить, как в семье, когда мы можем Боже говорить обо всем прямо, доверяя друг другу. И мы благодарны Тебе за пролитую Твою кровь. Мы благодарим за абсолютную победу на Голгофском кресте. Мы благодарим за то, что Ты, Боже, там родил церковь. И мы сегодня являемся телом Твоим. Ты помазал нас, Ты наполнил нас Своим драгоценным Святым Духом. Подними сейчас свои руки к Богу. И давай вместе от сердца поблагодарим Его. Аллилуйя. За Твое ломимое тело, за Твою пролитую кровь. Я благодарю Тебе, Отец, за нашу семью. Мы благодарим за нашего апостола, за нашего духовного Отца. Мы благодарим за всю команду Божию, за всех пастырей, служителей, за каждого лидера домашней группы. Мы благодарим друг за друга. О, великий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Дух Святой! О, Дух Святой! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, мы благодарим Тебя, драгоценный. Мы благодарим Тебя за Твою смерть. Мы благодарим Тебя, что Ты понес все грехи, все немощи. Ты вознес телом Своим. Ты открыл для каждого из нас доступ к нашему небесному Отцу. Сегодня благодаря Тебе, дорогой Спаситель, драгоценный наш, Дух Святой, Он пребывает с нами. Он живет среди своего народа. Сегодня Ты, Дух Святой, Ты наполняешь нас своим присутствием в каждом дне. И мы благодарим Тебя, великий Бог. И я прошу Тебя, во имя Иисуса, пусть сегодня, Боже, каждый человек, каждый на этом месте будет ближе к Тебе. Благослови во имя Иисуса. Благослови каждого. Благослови наших телезрителей. Драгоценный Дух Святой, во имя Иисуса, пусть сегодня, Боже, будет разрушено всякое зло. И пусть сегодня, Бог, Твои ответы, они наполняют нашу жизнь. Халилюя, 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 халилюя. О, Дух Святой, мы поклоняемся Тебе. Иисус, мы благодарим Тебя, драгоценный, халилюя, халилюя, халилюя. О, Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты использовал нас, чтобы Ты могущественно действовал через нашу церковь, Боже, через наши домашние группы, через каждого из нас. Боже, великий Бог, мы просим Тебя, пусть сегодня проповедь Евангелия, она распространяется через каждого из нас. Во имя Иисуса. О, великий Бог, благослови. Благослови. О, халилюя, 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 великий Бог, халилюя, и мы благодарим Тебя, и мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе хвалу. Халилюя.